Всем доброго здоровья, сегодня уже будем говорить с вами американский тяжелый танк 8 уровня, в комментариях проскакивал танк Т-34, ну давайте с него в принципе начнем. Как многие помнят, эта машина была 9 уровня, с отличной стабилизацией, с хорошей подвижностью, с отличным ДПМ, и потом его в 2011 году раздали всем за бесплатно в виде премтанка после того, как была переделана ветка. И ему забрали стабилизацию, сведение, проходимость, ДПМ, и машина на то время была просто, ну как бы, ну относительно неплохой, потому что это было что-то необычное на 8 уровне ТТ, ими 248 пробития, 400 Альфу, и такое бронирование башни, это на то время с боями в 12 минут, вот никакого тебе засилия 12 ПТ и так далее, ну в общем. А сейчас эта машина особо себя ничего и не представляет, и раньше она была еще хуже, как вы помните в патче 1.13, ее так косметически апнули, мол типа на тебе вам небольшой ап, и отстаньте целевая аудитория, вы и так схаваете, то есть короче, ей там слегонца апнули вращение шасси и вращение башни, ну и по сути все, это был весь ап, а и на лошадь одну на тонну ей сделали больше удельную мощность, но это этому танку особо кардинально ничего не поменяло, так как у него проходимость на уровне ренегата, это задница, то есть, например, ставить турбину на эту машину, вы особо ничего не поменяете, если вы хотите ставить, или чтобы эта машина поехала, нужны грунты в слот на мобильность, а тут и так есть, короче, над чем разгуляться, поэтому эта машина будет просто такая среднеподвижная, ну и по сути все, и с не очень ДПМ, то есть, если вам было интересно, что было в патче 1.13, да, вот смотрим, у нас вращение башки было 26 раз в секунду, уделка 13 лошади на тонну, гусли 22,9, и стабилизация, как мы видим, 0.28, 0.28, это как у ВК-75, 0.1, да, стабилизацию там тоже чутка апнули, но посмотрите, до каких, ну как бы, значений, 0.25, 0.25, это все равно ужасно, и при том, что этого танка сведение 3 секунды, то есть, даже там при ДПМ, как видите, 2.79, это с полевой на сведение, то есть, смотри, если мы выключим полевую, мы берем ДПМ и отключим боевое братство, вот, 3.07, то есть, представьте, при таком сведении иметь такую стабилизацию, это ужас, поэтому данная машина стала вот на лошадь на тонну, типа, мощнее, да, но кардинально ничего не поменялось, докинули 3 градуса вращения шасси, и башня осталась на месте, а там, по-моему, стабилизация, ну да, там от поворота башни стабилизацию апнули, ну, сам факт, я же говорю, ничего там, по сути, не поменялось, прям капец, капец, ну, от поворота, башни видим, да, что цифры прям нифигово апнулись, но на практике это стало просто сойдет, а в движении поворота шасси особо ничего не поменялось, есть, короче, это как было корыто с очень жестким сведением, не очень стабилизацией, и с конченным ДПМ, так, по сути, это все и осталось, потому что это 120-миллиметровка, тут 400 альфы, и вы знаете, как оно часто летит, 330, 320, 350, и с таким КД, конечно, это очень печально, то есть, у вас с обычным досылателем без ДПМ будет КД 12,3. Ну, подумайте, да, если мы сделаем все на КД, у нас получается, как видите, 11,4, но пускай без инструкции будет 11, там, 60,5, то есть, все равно так себе, вот, поэтому машина тоже скучная, и это получается что-то на уровне льва, именно по ощущениям, ну, у льва лучше стабилизация, но вообще нигде не сводится, ему особо пофиг. Значит, посмотрим бронирование данного танка, ну, в корпусе тут же полный ноль, я думаю, это и так всем понятно, да, а в башне, ну, вот, во-первых, козырек, про него все знают, потом крыша прямо вот тупо на троне, смотри, 38 миллиметров, то есть, любой калибр 115 пробивает эту крышу, на пофиг, снаряду просто достаточно, ну, как бы до нее дотронуться, то есть, даже если ты играешь со своими военными минус 10, да, все равно остается козырек, значит, голдой, ну, или ББшками хорошими можно бить просто в маску, то есть, ну, площадь поражения нефиговая, вот, и сама лоббашь, сам лоббашь, тоже 280 миллиметров, то есть, как бы, ну, у льва там будет от маски все рикошетить направо и налево, здесь все-таки точки соприкосновения есть, и, например, ПТшки, ну, там, Яхтигр, может вас пробить в маску, может, там, 704, может, может, вот, как-то так, поэтому площадь поражения не маленькая, и броня, это уже так, чем не удивишь игроков в 2023 году, представьте такую броню в 2011-2012, когда ты играешь против шестерок, пятерок, бои по 12 минут, выводился, бабах, закатился, никто не упарывается, все более-менее размеренно, да, не, сейчас все пропало, сейчас нужно как можно быстрее наваливать урон, потому что времени тупо не лишнего, вот, поэтому, ну, вот, как-то так, значит, бровь, понятно, крышка, понятно, вот эту тюбетейку тоже могут попадать, само основание лючка, ну, как оно, ну, видите, бронированные, да, то особо сюда стрелять и не смысла, да, ну, и вот этим горбом закрыто, и сюда, по сути, не попадешь, то есть, хоть сюда, хоть в крышку, хоть в козырек, в принципе, попадают сейчас без проблем. Бортами, ну, танчить можно, 76 миллиметров, они прямые, никаких и надусеничных полок, то есть, вот ты отъезжаешь, рикошетный угол, плюс закрытый гуслями, то бортами танчить, разводить можно, ну, чисто развести. Сам борт просто под прямым, понятно, что он будет картонный, но это нас особо и интересует. И башня тоже, 127 миллиметров борт башни, то есть, видите, уже в каком вывороте уже какая получается броня, посмотрите. То есть, к примеру, ты играешь от этой типа супер башни от Вестфилда, например, от холмиков, и ты перестреливаешься в ту сторону. И противник просто видит вот эту вот ситуацию и понимает, что сюда можно пробить тупо любой пушкой, с которой ты встречаешься, и особо просто уже броня растворяется. Ну, в общем, трещеры именно в плане башки, это уже не такое страшное существо, как было 10 лет назад, сегодня уже все знают, если что с ним делать. Тем более, сейчас мы играем в основном, если даже мы каким-то чудом попадаем в топ, мы играем там с половину всяких ПТшек, которые нажимают циферку 2, и у них минимум 300 пробития. То есть, они нас просто долбенят в лоб башни, и им особо по барабану. И, кстати, проходимость, да, та самая конченная, то есть, это уже с полевой, с плюс 7 на сохранение, плюс вот еще мы делаем ему король бездорожья, плюс боевое братство и допай. И вот что у нас получается, на твердом так себе, на среднем тоже так себе, на мягком все равно задница. То есть, данная машина, в первую очередь, страдает от проходимости. Уделка у нее как бы неплохая, но на практике вы ее особо не видите. Из-за того, что танк набирает не особо, то, например, из-за холма, когда вы будете увалиться на этом танке, стабилизация будет, ну, вменяемая, разброс будет не очень. Так что, чисто на первой передаче уваливаться, стрелять можно. Но если вы набрали там полную скорость, и вам нужно чисто остановиться и начать сводиться, зрелище будет тоже не из приятных. Вот, ну и на дальнюю дистанцию тоже сведение будет, ну, такое упортое. Вот, так что такие делишки. Фармить ли на нем сегодня? Ну, честно, наверное, не стоит. Чтобы я выбрал это или льва? Наверное, я бы выбрал все-таки льва. Вот, чисто из-за того, что там стабилизация получше, от башки мне как-то что-то на нем приятнее, бортами танчим лучше. И фарм качество там явно будет тоже пожестче. Вот, ну, как-то так. Значит, отправляемся в бой. По перкам, я думаю, все понятно. По полевой тоже, что и везде. Сделал тоже все максимально на КД, чтобы хоть хотя бы какие-то цифры более-менее вменяемые видеть. Но и то они все равно жесткие. Как видите, 2000 ДПМ всего лишь получается при всем на КД. Без всего на КД с обычным досылателем. Там ДПМ будет около 1900. Но это прямо никуда. Если с боями в там по 12 минут в 12-м году о чем-то можно было говорить с такими цифрами сейчас. Не, чуваки, это жестко. Значит, попадаем на карту Штиль. Три ЛТ, четыре ПТ, да? Тяжей аж три штучки. Ну, хз. Надо ехать в ущелье. Но с кем я там буду играть, не знаю. Мне кажется, сейчас, как всегда, толпа ушуршит на зеленку туда, он в ущелье. И буду там зависать. ЛТшки убьются в начале боя. ПТшки будут стоять на базе. СТшки будут играть через центр карты. Я туда не поеду, потому что я тупо не доеду. Надо все же ползти в ущелье и надеяться на то, что хотя бы с каким-то ОХО я смогу поперестреливаться. И я хотя бы его буду пробивать с моего жесткого типа орудия, да? Потому что 248 пробития. Вот такие делишки. Значит, вот стабилизация. Ну, то есть, почти как у Е-75 ТС. Но тот едет там 40-45, а мы едем свои 35. И у нас по цифрам примерно все то же самое получается. Вот поворота башни. Она, ну, просто типа вменяемая. Раньше было еще хуже, но не настолько отлично, как, например, даже у того же Е-75 ТС. Там, как мы уже с вами выяснили, 0-0-7 от поворота башни. Это замечательно. И, ну, или как у двух стволок. Нет, такая, короче. Просто стабилизация типа сойдет. Но проблема вся в том, что тут от такого кольца вы будете сводиться с тем самым конченным сведением, которое мы уже с вами выяснили. Со всем чем можно. 2-8. Это жестко. Кидаю на автоприцеле. Кстати, я мог попасть. Меня Сенлак пробивает хэшом, чтобы вы понимали. То есть, настолько замечательный танк, что вас просто бьют фугасами легкие танки. Вот настолько они вас не уважают. Вот. Ну, тут лед, как бы, да. Тут асфальт, грубо говоря. Едем и неплохо. Но не дай бог нам попасть куда-то на землю или на болото, это будет жопа. Акьёк спокойно подставляет свой борт. Как вы видите, о чем я говорил. Альфа 380. А теперь приставьте с альфой в 300. Ой, извините, 340. А теперь приставьте с альфой в 340. Призаряжаться 13 секунд. Вы спросите, Коля, зачем мне это? Я вам тоже отвечу. А я не знаю. Но при этом, видите, какое пробитие, что даже в небольшом отвороте суперпершинга мы пробиваем в НЛД. А сами знаете, какое оно необычное. С экранчиками, с воздушным промежутком, все дела. Вот, Йох тоже опять подставляет НЛД. Видите, как я выезжал? Я знаю, насколько тут отвратительная стабилизация. Я не страдаю, херню. Я сразу нажимаю первую передачу. И как вы видите, какой получается тогда разброс. И ты вот так выехал, чисто подкорректировал, секундочка. И сразу стреляешь. Вот и все. То же самое Т-77. Йом ему в НЛД. Как вы видите, я тоже потихонечку вот так более-менее выехал. И разброса катастрофичного вы не увидели. Ну, то, что я вам только что сказал в ангаре. Выезжаем на первой передаче. И, грубо говоря, вы уже заранее подготовлены к выстрелу. Так, Охо подставляет нам с Кулума. Мы в нее попадаем. Альфа вылетает 435. Неплохо. Как вы видите, с 5 пробитий вылетело 2 раза альфа. Ну, это, кстати, нормальная еще статистика. Да даже пускай там 390 летит, оно не так обидно. Но часто бывает. Ну, бой такой, знаешь, ну, слабый. Типа, вот такой полуугнетение. А ну, поставь НЛД свое, пожалуйста. В таком полуугнетении. И тупо 330, 320, 340, 330. Замечательно. Сами играйте в таких боях. А ну, перекрути еще. Блин, ну, Супер Першин тупо изи его сейвит. Давай квадратик попробуем. Я не знаю, куда я попал. Я или попал в борт под таким углом, или все же куда-то в районе квадратика. А теперь вылетело 480. Да, а тут, конечно, глаз радуется под такой. Вот опять выезжаю на первой передаче. Я хотел... Ну, я понимал, что я не буду видеть корпус Охо. Но я планировал попасть в переднюю планку, которая под прямым углом возле маски. Вот туда я должен был его пробивать. Но в сам Лобаши, наверное, не должен. Но все-таки под углом. 77 нам заходит в задницу, как мы видим по карте. И вот сиди и думай, что делать. Разворачиваться на 77 или становиться задницей под Охо. Креславский, займись, пожалуйста. 77, мы как раз тебе на Альфу. Вот я буду тут задницу тебе закрывать. Ну да, видите, тупо катапульта. Буквально чуть-чуть вот так поделай, и все. Уже кольцо такое не очень. Ну да-да-да. Ну не, Охо все правильно делает. Я успеваю дать ему тычку? Успеваю, отлично. Он дает на ходу. Кстати, у него, по-моему, 105-й калибр. И он дает на 300 ББшкой. Нормально. Уже, ребят, сверхурон получился для данного танка. Вот. И вот то, что остался 1 хпшный суперпершинг, это говно. Потому что добивать вот такие неудобные танки, когда они шотные, это нужно, блин, пол хп отдать, чтобы пойти его добрать. Так, у нас бороздку есть сзади, тоже шотный. О-о-о, вот оно, вот оно. Поворот шасси туговатый, не дай бог. Эм, подожди-ка. Охо не убили. Ну, тут нам уже никак, ребят. Мы в лютом окружении. Охо, скорее всего, сейчас упорится, не упорится, не знаю. Криславскому нужно забрать суперпершинга. А мне, по-хорошему, надо еще выехать и дать тычку в... Опа. Поезжает Охо, мы его пробиваем, пробития достаточно. Криславский, зацель, пожалуйста, суперпершинга, пока я на КД. Ну, йог сверху, я так правильно понимаю, да? Я не хочу бить суперпершинга, я хочу дать тычку в Т-103. Без комментариев, ребят. Я снова не пробил, самый бронированный танк игры, это Т-103. О, отлично. Ну, все, без шансов, елка упоролась и убила. Я обязан был пробивать в ЛД Т-103, потому что оно под таким углом пробивается всегда. Там приведенки будут миллиметров сто, но я почему-то не пробил. Я привык не пробивать в борт под прямым углом Т-103, потому что там борт, ну, миллионов двести миллиметров. Вот, и я уже как бы смирился. И тем более, когда я бью ему, например, в скос вот этот, и снаряд падает в землю, и я попадаю ему в угол борта, тоже ста миллиметрового, то там тоже три миллиона брони, то я тоже как бы уже смирился. Но тут я его должен был пробивать. Ну, лады. Так, что с тобой не так, дружи? Хрен ее знает. Значит, три двести тридцать пять урона. Это за глаза. Я должен был давать еще тычку в ПТ-103. Было бы три, там, восемьсот урона. Нет, сколько? Три с половиной. Ну, три шестьсот, короче. Пускай будет три шестьсот. Ну, сам факт. Три двести урона. За поражение почти девяносто тысяч. Опять-таки, обычный фарм, такой же, как и везде. Он не фармит, как лев, но он фармит просто тоже хорошо. Вот. Пробивать. Как вы видите, мы можем пробивать, в принципе, все, с чем мы встречаемся, если мы плюс-минус выцелим. Если у нас урон тырят, мы урон тырят. Я с этим ничего поделать не могу. Ну, так, в принципе, нормально. Для карты Штиль получился довольно-таки нормальный бой. Команды, как вы видели, особо не было. Вот. Так что, для такого боя, это очень довольно-таки получился хороший результат. Едем дальше. Карта Хайвэй. Пожалуйста, давай респ дефа. Да, респ нормальный. Будем сейчас ехать в J8. Там тоже стоять от башни и встречать. Урона тут, опять-таки, тоже быть много не должно. Хотя, для того боя было много урона. Это там, ну, было выше нормы уж точно. Здесь тоже только 3 ТТ. Вот. А так как мы знаем, что вот эта Шушера поедет на зеленочку. Вот. Очень важное направление. Нет. То у нас будет возможность тоже пострелять только по трем тяжикам. Ну, надеюсь, что они приедут. И надеюсь, что у нас хотя бы что-то получится. 2К урона для этого боя уже будет хорошо. Ну, вот у нас с ним одинаковая проходимость. Ну, у него, наверное, и грунты, и турбина. Потому что есть возможность поставить такое оборудование. А здесь нельзя. Здесь надо и стабилизатор, и досылатель. Ну, то есть, едет такое, типа, на уровне что-то льва. Понял? Просто там меньше уделка, но лучше проходимость. А тут больше уделка, но хуже проходимость. Ну, как видите, почти одно на дно и получается. Тоже ворочается не очень, набирает просто обычно. Едет тоже, в принципе, обычно. Ничего такого вроде страшного нету, но и звезд с него не хватает. Круто. В начале боя уже дать на 400. Это лучше, чем отлично. Начало есть. Это как на рыбалке поймал на пальчик рыбку, и уже все. Начало есть. Оп, я лампу поймал. От кого? Бураскуе. Он меня видит. Но я его не вижу. Там он в сейве хорошем. Так, 65-е. Мне уже не нравится, что он делает. Он остался на базе. Чот уже 3-0. Это турбина. Ну, я говорил, что если будет тут 2000 урона, ты уже будешь замечательный. Ай-яй-яй, стоямба, стоямба. Там и 6. Будет сейчас бортом танчить по любасу. Надо попасть ему в ВНЛ. Сдай чуть-чуть назад еще. Блин, ну ты имба. Ну, что ты ему сделаешь? Ему только ВНЛ, где надо было попадать. Все, ребята, счет уже 6-0. Замечательный бой. Мне нужно тупо ехать и упарываться на СА-6, чтобы дать хотя бы 4 пробития. Вот я попал в линию очень плохого боя. Прямо ужасного боя. Это дурдом. Окей, это просто дурдом. Так, по 65-й времени сводиться нету. Я упарываюсь на И-6. Буду просто отдавать ему все свое ХП и при этом что-то настреливать. Если мне, конечно же, позволят. Потому что это имба конченная. Вот, бьем ему бор, пробиваем. Он дает на 430, мы ему на 380. И при том, что у него КД аж на 3 секунды быстрее, он со мной сейчас поиграет хорошенечко. Ну, я ему буду отдавать до последнего ХП. Бьем НЛД. Без комментариев, ребят. Я не пробиваю танк 12 уровня. Я не злюсь, потому что это самый сильный танк, который есть на этой планете. На нем можно просто выламывать табло кому угодно. Это сверхпереапанная машина. Его нужно выводить. Если это говно выведут из игры, я буду только рад. Вот, потому что у него... Знаете, в чем еще рофл? У него ВЛД... Вот, прикиньте, я к нему подъехал в упор. И в таком положении, как я ему стрельнул... Представим, я попал ему в ВЛД. Там приведенки все равно будет миллиметров 210. Но я бы не пробил с 250 миллиметров. А в НЛД всего лишь 200. И я не пробил ни туда, ни туда. Вы спросите, как это? А никак. Это просто имба 12 уровня. И выстрел под угнетением. И все. 390. Нормально. Полторашка для этого боя. Это замечательный бой. Т-34-3 его доберет. Вот. Дать еще бы выстрел, и было бы круто. Но этот выстрел у нас был бы, если бы игра была игрой. И не вводила такие танки, как И-6. Но это приставь ИС-4 поставить на 8 уровень. Не, это не К-2. К-2 это кусок дерьма. А И-6 это вот прямо дичь конкретная. 9 СКД, 400 альфа. Стабилизация неплохая. Она еще льготная. Еще и за бесплатно. Замечательный танк. Так. Вот этому дать тычечку, и будет вообще шикардос. 360 урона. Немного плевать. Все. 15-1. Нормальный бой. Представьте, бой длился 3 минуты. Это с учетом, что мы 2 минуты ехали. То есть бой продлился минуту. Минуту с копеечками. И вот за минуту с копеечками мы дали свои 1900 урона. Ну, при том, что мы у нас еще 400 украли. Ну, вот как-то так. Поэтому, да, вот вы видите, что вы все пробиваете в силуэт, по сути, с чем вы встречаетесь, кроме СА-6. Ну, там законно. Я его не имею права пробивать. Это слишком сильный танк. И вот так получается. Вот. 66 тысяч за 1885 урона. Сколько привезет Лев за такой же бой? Ну, за такой же настрел он привезет минимум 1000 на 10 больше. То есть, видите, что фарм-то он слабее, чем Лев. Вот. Ну и бой, вот видите. 3.53. Отнимите 2 минуты 53. Мы играли. Вот такие вот боечки. 53 тысячи. Ну, то есть, чуваки, давай так, знаешь, ложа руку на сердце. Играть, ну, можно, к примеру. Ну, вот, смотрите, я вам сейчас скажу слово в слово то, что я говорил с Левом. У меня только это танк на аккаунте. Мне бы этого было бы достаточно. Я смог бы на нем фармить? Ну, в принципе, да. Мне было бы комфортно, круто, позитивно, весело. Нет. Это очень скучный танк. Особенно, когда еще тычки тырят. Или когда ты попадаешь в бой, где летит альфа 320. У тебя КД 12.6. Потому что я бы играл без допайка, конечно же, да. Это вообще забей. Ты просто КД-шишься почти как 704, а стреляешь как 32. Конечно же, интерес это никакого не вызывает. Плюс башня уже не такая вах, как была 10 лет назад, да. Вот. Ну и плюс вы видите, что вы башней в турбо боях особо не пользуетесь. Потому что в таком случае, когда вы попадаете вот в такой бой, как на хайвее, у вас уже не броня башни на первый план выходит, а ДПМ и подвижность. А у нас, как вы видите, ни того, ни другого. Вот как-то так. Поэтому танк, желательно особо на нем уже играть, нету смысла. Покупать его тоже нет никакого смысла. У кого он есть или, опять-таки, у кого на аккаунте только премы, там, из марафонов 10-летней давности, И-6, И-3, И-34, там, какие-то, да. То, опять-таки, ну, играть можно, конечно. Потому что есть пробитие, есть УВ, ну, то есть геймплей теоретически ярко выраженный. Ну, просто игра уже не ярко выражена. Она уже вот вам что говорит, Коль, какие нахрен лбы башни, какие пробития, бой, минута. За минуту будьте добры что-то настрелять. Так вот, для таких вот боев, конечно же, предназначены такие танки, как Бизон, ИС-3 СМЗ или Сумуа. На крайняк дал барабан, на крайняк, на ИС-3 СМЗ выдал полный механизм, перешел в цикличку, пострелял. То есть, короче, двушку ты свою организуешь даже за 30 секунд. Вот, а на этом танке двушку настрелять, как видите, это уже вызов. Даже, казалось бы, в тех очевидных местах, где ты обязан нанесить урон, игра говорит, нет, я обязан, броня невробита. Вот, ну, давайте, чтобы я не был дураком, вот я вам сейчас покажу ИС-6. Я еще раз повторяюсь, я не злюсь, я прекрасно понимаю, что такое ИС-6, насколько оно имбовое, почему его нужно вывести из игры. Но, ребята, для бронебойного снаряда, смотрите, НЛД 204 миллиметра, ВЛД 190 миллиметров. Я подъехал к нему в упор и стрельнул с такого угла, бронебойка в 250 миллиметров. И пускай я даже попал ему в ВЛД. Извините меня, но я вам только что опять миллионный раз продемонстрировал, что в этой игре нету плюс-минус 25. В этой игре вам или дают, или просто ваше пробитие падает до нуля. Мне не дали его пробить, у меня пробитие не упало на минус 25. Минус 25 у меня бы все равно осталось миллиметров 200. А так просто говорят, пошел нахер и все. Я не пробил, нельзя было его пробивать. Так что такие делишки. Имба окончена, опять-таки, если будет желание, я могу взять еще ИС-6 черный за боны. Я на двух аккаунтах уже побрал отметки, могу взять еще на ИС-6 черный. Ну, если дадут, конечно. Ну, поиграем на ИС-6 черный. Мне хочется, потому что, ну ты что, на такой десятке рассекать это одно удовольствие. Так что такие делишки. Все, на сегодня все, ребята. Это Т-34. Это, конечно, такое своеобразный фаршик мяско, но типа способный фармить. Опять-таки, эмоции вызывают не лучшие. И не приспособлен играть в турбо боях. А это 90% боев на сегодняшний рандом. Поэтому на сегодня все. Удачи вам, всех благ, берите себя и пока.